Добрый вечер на 12 канале итоговый выпуск час новостей в студии Никита Гайдаши. Коротко о главных темах. Полыхают из-за несоблюдения правил и сильного ветра. В регионе горят сухая трава и свалки. Она же открыта для доступа. Люди идут, а курок кто-то бросил и все, и опять. Какие штрафы грозят нарушителям. Да будет газ. Голубое топливо пришло в четыре десятка домов поселка Новомосковка. В церемонии принял участие заместитель председателя Совета Федерации. Подробности рабочего визита. В расписании есть, а на дорогах нет. Жители Левобережья жалуются на маршрутку, которую почти невозможно дождаться. Выходит, но очень редко. Очень редко. Почему перевозчик не соблюдает график? Круиз по Иртышу, но не на корабле, а на льдине. Трое мячей пустились в опасное путешествие. И секреты успеха от олимпийской чемпионки. Я вижу отдачу от детей. Это самое важное, что они хотят, они стараются. Алина Загитова провела мастер-класс для юных омских фигуристок. Сильный ветер в регионе продержится еще как минимум сутки. Прогноз дают метеорологи. Порывы будут достигать 18 метров в секунду. Спасатели напоминают, такая погода способствует быстрому распространению огня. И убедительно просят не разводить костры. Сухая трава полыхает по всему региону. Только за выходные в области произошло больше сотни возгораний. Денис Жарков с подробностями. Под крылом самолета о чем-то поет море огня и дыма. Такую картину в выходные можно было наблюдать по всей области. Десятки пожаров полыхали в самых разных ее уголках, в том числе и в окрестностях Омска. В основном горели сухая трава и мусор, чаще всего из-за неосторожного обращения с огнем. Два дня потребовалось спасателям, чтобы потушить камыши в районе ледовой арены на левом берегу. Огонь то и дело вспыхивал вновь. Ситуацию осложнял сильный порывистый ветер. Борьба с пламенем продолжалась до позднего вечера субботы. Но уже в воскресенье утром камыши вспыхнули вновь. В тот же день загорелась и незаконная свалка возле СНТ-Колоса и ТЭЦ-5. Она же открыта для доступа. Люди идут, а курок кто-то бросил и все, и опять. На месте работали два десятка спасателей и четыре пожарных машины. В МЧС напоминают, если скорость ветра превышает 10 метров в секунду, запрещено разводить открытый огонь. В том числе для того, чтобы сжечь мусор. Нарушителям правил грозят штрафы. Для граждан это до 15 тысяч рублей, для юридических лиц до 800. А когда будет установлен особый противопожарный режим, разводить открытый огонь нельзя будет при любой погоде. В предстоящие выходные сотрудники МЧС и полицейские будут проводить регулярные совместные рейды. Особое внимание садовым товариществам. Жителям нашего региона советую соблюдать требования пожарной безопасности. Прислушиваться ко всем рекомендациям, которые мы по СМС-оповещению, по каналам телевидения передаем. Обращать внимание на погодные условия, ветровые нагрузки. И тогда вы сможете обезопасить себя и своих близких. В случае ЧП МЧС советуют оперативно звонить спасателям или в единую дежурно-диспетчерскую службу. Денис Жарков, Сергей Ленвебер, 12 канал. Финансовую поддержку Омской области при строительстве школ и детских садов может оказать федерация. С такой просьбой к правительству намерена обратиться партия «Единая Россия». Об этом сообщил ее генеральный секретарь Андрей Турчак. Посетил регион с рабочим визитом. Он побывал на стройплощадке будущей школы на Космическом проспекте. А также принял участие в торжественном запуске газа Вселенного Московка Омского района. Подробности визита в репортаже Ангелина Руновой. Никакой копоти и сажи. Семья Филимоновых больше не будет покупать две машины дров в год. Не понадобится и электрокотел. Дом подключили к газу. А это значит, что удастся существенно сэкономить. Прежде на отопление тратили до 10 тысяч рублей ежемесячно. Ура! Поздравляю! Символичный огонь в газовой горелке в Новомосковке зажигают глава региона Виталий Хаценко и генеральный секретарь партии «Единая Россия» Андрей Турчак в Омске с рабочим визитом. Одна из главных тем в повестке – программа дегазификации. В Богословском сельском поселении, в состав которого входит и Новомосковка, построено пять распределительных газопроводов. Голубое топливо пришло почти в четыре десятка домов в поселке. Тем, кто еще ждет своей очереди, готов лично помочь глава региона. Я постараюсь в ближайшее время провести личный прием с главой, с нашим главным газовиком, и мы постараемся все вопросы найти. Проблемы с дегазификацией в регионе возникли из-за недобросовестных компаний. С 2021 года «Юзаинвест» и «Межобулгаз» практически не исполняли своих обязательств и буквально сорвали реализацию в Омской области госпрограммы. Заведено несколько уголовных дел, а они оформлены. Газопроводные сети переданы в собственность региона. Мы сегодня еще раз отфиксируем наш совместный протокол, по итогам которого, уверен, темпы социальной дегазификации Омской области будут увеличены. По мере продвижения Большого Газпрому, по мере продвижения магистральных газопроводов, новые и новые населенные пункты Омской области будут газифицироваться. Расходы на подведение стей к земельным участкам взял на себя «Газпром». Отраты на газовое оборудование и его монтаж сельчанам компенсировали из регионального бюджета. Форма подачи заявки для участия в программе проста. Зайти на сайт госуслуг, набрать в поисковой строке слово «догазификация», например, и подать три документа. Паспорт, СНИЛС и свидетельство о собственности на дом. И вам придет уведомление, где будет написано «Вы участник большой российской программы до газификации». За полтора года действия программы принято уже почти 20 тысяч обращений от Омичей. Сегодня процент газификации в Омской области больше 50. Один из самых высоких в Сибири. Ну а из Новомосковки Андрей Турчак отправился на Космический проспект. Микрорайон из многоэтажных домов вырос за бывшим кинотеатром «Космос» буквально за несколько лет. Основными новоселами стали молодые семьи с детьми. Вскоре здесь появился большой детский сад, а позже по соседствам началось и строительство школы. В условиях, что называется, стесненной застройки, подрядчику предстояло возвести внушительное учебное учреждение с просторными классами, чтобы одновременно в одну смену здесь обучались 1122 ученика. Работы идут по графику. Школа, обещают строители, будет отвечать самым современным стандартам. К ноябрю подрядчик должен сдать объект. Последний пункт визита генерального секретаря – клинический медико-хирургический центр. Реабилитацию здесь проходят бойцы СВО. Отпустил выпуск воронения, обратил себя в поместо жительства. У нас предложение, чтобы этот бешевый переход между военной и гражданской медициной был действительно бешевым. Уже в финале рабочей поездки Андрей Турчак делает заявление. Партия «Единая Россия» поддержит Виталия Хаценко на предстоящих выборах в губернаторы Омской области. Во главе с таким лидером уверен, что и задачи и самой избирательной компанией будут решены. А самое главное, в следующие пять лет мы сможем ответить на все запросы. Никаких сомнений. Ангель Нарнова, Дмитрий Алтгебченко, 12 канал. Отправились в путешествие на льдине. Круиз по РТШу устроили трое мужчин. Видео быстро разлетелось по соцсетям. Управлять своим кораблем Амичи решили при помощи палки. На кадрах видно, импровизированное транспортное средство быстро уносит от берега. Впрочем, путешественников это не пугает. Один из них ведет свой репортаж на камеру телефона. Куда направлялись мужчины и удалось ли им в итоге причалить, подробностей не сообщается. В социальных сетях пользователи пошутили. Так экстремалы решили сэкономить на маршрутке. Между тем, другие любители острых ощущений открыли купальный сезон. Амичка несколько раз окунулась в воду в парке 30-летия в ЛКСМ. При этом видно, что в некоторых местах водоем все еще покрыт льдом. Городские кладбища готовят к родительскому дню. День поминовения усопших в этом году приходится на 25 апреля. Аллеи очищают от листвы и мусора, спиливают аварийные деревья, приводят в порядок мемориалы. Тем, кому понадобится инвентарь для уборки, будут его выдавать. Ну а для того, чтобы амичи могли добраться до кладбищ, работают специальные маршруты. Завтра на линии выйдут 134 автобуса большого и среднего классов. Отправляться с конечных остановок они будут по мере заполняемости салонов. Открыты кладбища для посещений будут вплоть до 8 вечера. После родительского дня, как обещают специалисты, будет организован масштабный вывоз мусора. В прошлом году были приобретены еще порядка 192 контейнеров металлических и пластиковых для того, чтобы увеличить объем, вернее уменьшить объем мусора, который находится вне контейнеров и увеличить возможность вывозки региональному оператору. Мусор весь будет вывезен, это однозначно. Растаяло вместе со снегом, амичи пожаловались Виталию Хаценко на отсутствие разметки. Сегодня на совещании в Рио губернатора поставил задачу ведомствам оперативно решить эту проблему. Разделительные полосы исчезают с магистрали после каждой зимы, стираются в том числе из-за применения реагентов. Глава региона отметил, дороги нужно привести в порядок как можно быстрее и сделать это надо качественно. Если широкая дорога, как аэродром, разметки непонятно, куда разворачиваться непонятно, поэтому я прошу, Валерий Петрович, вас прошу, Сергей Николаевич, вас, Минтранс, управление дорожного хозяйства, Курманово, максимально поработать по дорогам. На заявление Виталия Хаценко уже отреагировал мэр города. Сергей Шелест рассказал, работы проведут на улицах Транссибирской и 60 лет октября. Разметку здесь нанесут сотрудники управления дорожного хозяйства. Привлеченный подрядчик выйдет на Иртышскую набережную, маршала Жукова, 70 лет октября и Енисейскую. Далее бригады переместятся на участки, по которым будет проходить маршрут мероприятий на 9 мая. И вот какие материалы мы покажем во второй части программы. В расписании есть, а на дорогах нет. Жители Левобережья жалуются на маршрутку, которую почти невозможно дождаться. Это выходит, но очень редко. Очень редко. Почему перевозчик не соблюдает график? Чисто по-омски. Горожане присоединились ко всероссийскому субботнику, где проходила большая уборка. Когда в хоккей играют не только настоящие мужчины. Нужно взрастить поколение молодых ракет. Амички сыграли на льду джидрайф-арены. Радио Монте-Карло. Музыка мирового класса. 106,2 FM в Омске. К празднику Светлой Пасхи. Михаил Пореченков в фильме Эдуарда Баякова. Ты совсем заблудился, но спасаться одному. Русский крест. Кино с 16 апреля. Люблю московскую кофейню на паях. И скажу почему. Московская кофейня на паях. Сочетание традиций и передовых технологий высочайшего класса. А вкус удовольствие. Московская кофейня на паях. Люблю, рекомендую. Единственный в Омске аппарат ультразвуковой липосакции. Вазер безупречно убирает лишнее и формирует идеальный силуэт. Использование ультразвука позволяет забирать жировую ткань без повреждения кожи. Центр эстетической медицины Камелот. Если радио, то максимум 105 FM в Омске. Максимальный тест-драйв. Проехать по бездорожью, оценить машину-гаджет и вспомнить экзамены в автошколе. Все это для мячей подготовили Черри Барс и Радио Максимум в рамках нового проекта. В уникальном автоквесте приняли участие 9 финалистов. Через какие испытания им пришлось пройти, расскажем в сюжете. Строгий инструктаж. Правила не нарушаем. Работаем честно и в команде. Можно какие-то обязанности делегировать. Но черрить нельзя. Первое испытание – проверить масло и давление в шинах. На этом знакомство с автомобилем не закончилось. Новое задание – машина-гаджет. Оперативно разобраться в дополнительных функциях автомобиля Черри. Вообще шикарно просто. Вот 3D, хотим 3D, хотим 3D. А дальше еще интереснее – бездорожье. Пришлось участникам автоквеста вспомнить, и чему их учили в автошколе. Проверили знания теоретически и практически госавтоинспекторы. И вот все испытания пройдены. Участники под впечатлением. Говорят, такой тест-драйв пришелся им по душе. У нас первый результат. Я попросил сокомандников. Я говорю, можно я в руль? Дам лучшее время, обещаю. Такая дружеская атмосфера. Покатались, перекусили, призы получили. Классно. Испытать максимум драйва и получить подарки смогли 9 финалистов проекта Черри Барс и Радио Максимум. Они придумали самые креативные продолжения к фразе «Я докажу всем, что Черри рулит, потому что». Такое аудиосообщение нужно было присылать на WhatsApp Радио Максимум. Всего за неделю проекта поступило более 30 заявок. Мероприятие прошло достаточно успешно. Я лично проехал по всем локациям. Было интересно. Участники, я как вижу, все довольны, все счастливы. Сейчас мы еще с ними переговорим и обязательно возьмем обратную связь. Впрочем, у тех, кто не смог присоединиться к автоквесту, еще будет шанс принять участие в будущих еще более драйвовых и масштабных проектах от Радио Максимум. Все, что нужно, оставаться на частоте 105FM. Амичи просят чиновников разобраться с маршруткой-призраком. Так жители Левобережья прозвали 307-й микроавтобус. Машины утверждают, люди очень редко выходят на линию, транспорт приходится подолгу ждать на остановке. Почему перевозчик не соблюдает график и что по этому поводу, говорят в мэрии, выясняли наши корреспонденты. 7.30 утра. На остановке взлетной больше десятка амичей замерли в ожидании приведения с моторчиком. Так иронично уже прозвали 307-ю маршрутку в социальных сетях. На городских магистралях этот микроавтобус – редкая птица. Жители микрорайонов Кузьминки и Прибрежный негодуют. Маршрутка – бывалый прогульщик. Дождаться ее практически невозможно. Выходит, но очень редко. Хотелось бы, конечно, чтобы более стабильно было. Маршрут востребован и по новому направлению действительно он как бы нуждается. Вечером вообще она не проходит. Пассажиры признаются, а транспортной доступности окончательно не отрезаны. 78-й муниципальный автобус частично дублирует заветный маршрут. На нем жители Левобережья могут доехать до центра. 78-й действительно бывает по 5, по 7, по 10 минут надо подождать. Но 307-й иногда прям действительно она подходит вместе с 78-м. Но прям так часто, в общем, нет, она такая мистическая. В общем, то есть, то нет ее. 78-й автобус в одиночку не справляется с количеством пассажиров. Отсюда вынужденные пересадки и давка. Чтобы занять свободное место, приходится работать локтями. Трудности омичи наблюдает не только в часы пик, но и в течение дня. Этим утром пассажирам везет. Два 307-х микроавтобуса тормозят на улице Взлетной с разницей всего 8 минут. Впрочем, в профильном департаменте мэрии признают, график движения 307-й маршрутки действительно лихорадит. Вопрос с транспортным сообщением эксперты держат на особом контроле. Проверка показывает, перевозчик не игнорирует взятые на себя обязательства. Просто не справляется с нагрузкой. На маршруте действительно не комплект, не полный комплект. Должно работать 20 автобусов. По факту 13-14 сейчас на выпуске не хватает водителей, ну и транспортных средств. Минимальный интервал 7 минут был передвижения автобуса. Максимально однократно 19 минут. Поэтому будем продолжать проверку. Чтобы устранить перебой в движении, было принято решение увеличить количество транспортных единиц. Перевозчик уже купил новые машины. И сейчас занят их постановкой на учет. Совсем скоро вместительные автобусы выйдут на линии. А пока мечи просят набраться терпения и переждать временные трудности. Дарья Садчикова, Ангелина Рунова, Антон Мостовой, 12 канал. Убрались чисто по-омски. Ко всероссийскому субботнику в нашем городе присоединились больше 140 тысяч человек. Приводили в порядок общественные пространства, парки и территорию вдоль улиц. Чтобы вывезти весь мусор, а это почти 7 тысяч кубометров, задействовали 545 машин. Традиционно вышли на субботник сотрудники правительства Омской области и администрации города. Руководитель региона Виталий Хаценко и мэр Омска Сергей Шелест работали на улице 22 декабря. Это участок вдоль трассы с большим трафиком большегрузов. Наводить порядок главе региона помогала его супруга Алена. Не помешал в этом деле даже моросящий дождь. Мы все-таки продолжим то, что решили. Тем более погода хорошая. Мы, например, к бабушке часто ездим, помогаем ей в ее поселке убираться. А так, что прям большими масштабами по районам, то первый раз. Ну классно, что. И вместе все проводим время. Еще и доброе дело делаем. Мы же решили проводить всероссийский субботник каждую субботу. Поэтому для нас, знаешь, что очень важно сегодня? Всероссийский день. Мы договорились, что мы до майских праздников и в майские праздники в субботу будем убираться. Мэр Омска Сергей Шелест призвал жителей города соблюдать порядок на уже убранных территориях. Обочины дорог зачастую завалены мусором, который из окон машин выбрасывают водители. Также градоначальник отметил, что субботники в нашем городе продолжатся. Наводить чистоту будут каждую неделю вплоть до майских праздников. В том числе и сотрудники городской администрации. Мы всегда выбираем наиболее загрязненное место в городе. Вот в данной ситуации на Кировском административном округе мы определили, что здесь больше всего было мусора. И убирать здесь особо некому. Кроверящая компания сюда не доходит. Видите, здесь жилья нет. Хотелось бы, чтобы у нас весь город был чистым. Ну а «Зеленый остров» приводили в порядок участники сразу нескольких экологических проектов. Помимо большой уборки, здесь же провели голосование по выбору территорий для благоустройства в 2024 году. Подробности у Натальи Змаги. Сборная «Импульс» взялась за работу еще до начала официального старта. Школьники – участники детского городского конкурса «Команда-2023». Каждую неделю у ребят новое задание – разработка проектов, социальные и экологические акции. Экология начинается с себя. То есть ты должен сам начинать сортировать тот же самый мусор. Проект «Чистые игры» в этом году собрал более 400 человек. Это не только молодежь, но и пенсионеры, семьи с детьми и представители предприятий и компаний города. А в этом году мы объединились и два проекта «Чистые игры» и «Чисто по-омски». Чтобы усиленно одни в одну сторону пойдут, другие в другую, чтобы собрать больше мусора. «Чисто по-омски» – это как? Это «Чисто по-омски». Все будет блестеть. Также участники «Субботника» смогли помочь в деле преображения города на перспективу. Волонтеры с планшетами предложили амичам в режиме онлайн выбрать территории, которые требуют перемен. Проголосовать за объекты или дизайн проекты могут граждане старше 14 лет до 31 мая на платформе 55.городсреда.ру или на портале госуслуги. Вы вводите просто номер телефона, приходит код с подтверждением его, дальше фамилия, имя, отчество и голосуют за территорию. После уборки всех участников праздника труда пригласили подкрепиться. Кто работает, тот ест. Всех участников Всероссийского субботника на Зеленом острове покормили волонтеры общественной организации «Пища жизни». Приготовили вот такой казан на 200 литров, каши, здесь гречка, овощи, морковь, капуста, ну и, конечно, зелень. Наталья Змага, Антон Мостовой, 12 канал. Так звучит Пасха. Самый популярный дирижер современности Валерий Гергеев сегодня выступил на сцене концертного зала Омской филармонии. Под управлением маэстро сыграл симфонический оркестр Мариинского театра. Музыканты приехали в наш город в рамках 22-го Московского пасхального фестиваля. Это одно из самых ожидаемых культурных событий весны. Билеты раскупили за считанные дни. В гастрольном туре более 30 городов России. За 24 дня артисты планируют преодолеть на поезде более 17 тысяч километров. Каждый сезон программа меняется. В этом году акцент сделан на произведениях русских композиторов. Творчество Стравинского, Прокофьева, Шостаковича, не говоря уже о Рахмане и Скрябине, уделяем огромное внимание. И звучат едва ли не все сочинения этих авторов. Да, может быть, не каждый раз можно сыграть в одном городе все шесть симфоний Чайковского. Но за 5, за 7, за 10 лет приездов в крупнейшие наши города мы каким-то образом и эту задачу решаем. Юным омским фигуристкам выпал уникальный шанс узнать секреты мастерства от олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Мастер-класс прошел в Ледовом дворце имени Вячеслава Фетисова. Как встречали звезду в Омске и какие впечатления остались у нее после визита в наш город, расскажут наши корреспонденты. Верника Кузнецова на коньках уверенно стоит с трех лет. Тренировки для фигуристки дело привычное. Однако перед этим выходом на лед, признается спортсменка, пришлось изрядно поволноваться. Встречу со звездой мирового спорта Алиной Загитовой девочка ждала с большим нетерпением. Долго заснуть не могла, ждала наступления завтрашнего дня. Что новое для себя ты сегодня узнала о фигурном катании? Я узнала очень много, ну, всякого разного про фигурное катание, того, что не хватало мне для разных прыжков. Алина Загитова строгий тренер? Нет, она очень добрая. Мне очень понравилось. Алина Загитова уникальная спортсменка. Она единственная в истории России фигуристка-одиночница, завоевавшая все титулы в мировом фигурном катании. Чемпионка России, триумфатор чемпионатов Европы и мира, победительница финала Гран-при, олимпийская чемпионка 2018 года. И сейчас, закончив карьеру, Алина щедро делится богатейшим опытом с будущими звездочками фигурного катания. В Омск она приехала в рамках федерального проекта «Звездная дорожка». Я вижу отдачу от детей. Это самое важное, что они хотят, они стараются, они смотрят с такими глазами, что вот давай, я вся твоя, я вся раскрыта, я слушаю. И это самое важное для детей. Надеюсь, что я сделала для них сегодня что-то полезное, что-то они новое узнали. Во всяком случае, я очень старалась и хочу, чтобы у них все получилось. На звездную дорожку спортсменов вывел Ростелеком. Вот уже 12 лет оператор связи совместно с Федерацией фигурного катания проводит мастер-классы для детей по всей России. В Омске его устраивают во второй раз. Благодаря проекту талантливые дети получают возможность оттачивать мастерство совместно с лучшими спортсменами. Алина Загитова одна из них. Помимо высочайшей техники катания и артистизма, есть в девушке безусловный шарм и огромный заряд позитива, которым она делится с окружающими. Я гуляла по Омску, я была на центральной площади, очень красивый город, сейчас погода очень повезло, поэтому еще по магазинам погуляли, что-то прикупили даже. Тренировка закончилась, и юные спортсмены получили долгожданный автограф от Алины Загитовой. Но это не единственный подарок. Ростелеком вручил ребятам бессменный талисман звездной дорожки – белого мишку. Анастасия Вишова, Дарья Сачикова, Алексей Дарьев и Сергей Ленвебер, 12 канал. Ну а на льду джидрайв-арены состоялись первые в ее истории женские хоккейные матчи. Омская ракета, любительская сборная из нашего города приняла участие в крупном турнире. В борьбе за звание лучших сошлись четыре команды. Спортсменки получили возможность проявить себя на глазах у болельщиков. А фанаты смогли убедиться, что у женского хоккея есть будущее. За баталиями на льду следил Андрей Блохин. Женский хоккей непредсказуем. Здесь нет холодного расчета, здесь эмоции бьют фонтаном. Основательница омской ракеты Елена Белова во время турнира взяла и перешла в другую команду. Тоже ракету, красную, питерскую. И прямо на скамейке спорит с мужем. Муж Антон Белов защитник авангарда, а здесь в женской команде тренер. Я видел творческий спор с женой. Кто побеждает у них? Она меня слушает, все мои советы. Все-таки у меня опыта побольше. Я вот стою и переживаю. То есть, ее лучше, наверное, по моим ощущениям, лучше самому играть, чем смотреть со стороны. Потому что все равно азарт берет и нервы так начинают чуть-чуть меня беспокоить. Елена Белова тоже в азарте и в беспокойстве. Беспокоится не за Питер, а за Омск. В нашем городе Анасусини прошлого года активно развивает женский хоккей. Проект пока на полпути. Создана любительская команда. Нужно взрастить поколение молодых ракет, точнее профессиональной команды, которые бы играли в женской хоккейной лиге. А это уже омская ракета готовится к своему выходу на лед. Пожалуйста, вглядитесь в эти лица. Ну, насколько это возможно, вглядиться в лица, которые за зарешеченными масками. Я верю, что кто-то из этих девчонок обязательно станет героями возрожденной омской профессиональной хоккейной команды мастеров. Самое юное омское хоккейное поколение девчонки Кому от 8 до 12. Детская команда Омские Рыси. На турнире играет в показательный мини-матч перед церемонией награждения. Вот кто-то из этих девчонок точно сыграет за профи. Обязательно. Как тебя зовут, красавица? И кто твой любимый круг в авангарде? Меня зовут Вика, мой кумир – это Арсений Грицук. Меня зовут Соня, мой кумир – это Арсений Грицук. Меня зовут Даша, мой кумир – это девчонка. Выиграем Олимпиаду. Должны. Я думаю, что... На турнире «Космо-Омск» омская ракета долетела до приза зрительских симпатий, заняв четвертое место. Бронза у космической сборной, серебро у красной ракеты из Питера, золото у команды «Гризли-2» из Новосибирска. Андрей Блохин, Дмитрий Алдебченко, 12 канал. Далее прогноз погоды, ну а все наши новости доступны в социальных сетях ВКонтакте, Телеграме, Одноклассниках и на Ютюбе. Найти их можно и на сайте 12-й канал.ру. Также вы можете предложить свои новости, прислать их нам по электронной почте или позвонить в редакцию по телефону 695-641. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Современная облачность. Ночью градусник опустится до минус одного. Днем до 16 градусов со знаком плюс. Ветер западный 6 метров в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. Знает каждый дачник в стране. Своё с огорода полезнее вдвойне. Раз так, теплицу берите у нас. Цена прошлого года только сейчас. Встречайте весну вместе с пластиковыми окнами от компании низких цен. Компания низких цен. У нас честные цены. Потому что мы ценим вас. На этом наш выпуск завершён. Хорошего вам вечера и до встречи на 12-м канале. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова